Это просто божественно. Оно настолько божественно, сколько необычно. Это очень вкусно. Всем привет! С вами Демус и вы на канале Разгоняем Алкопоезд. И сегодня у нас снова готовка. И делать мы будем, ну я бы сказал, даже такое трешовое, интересное блюдо. Очень необычное, поэтому слабонервное сразу хватаетесь за сердце и бежите за валидолом. Это будет такое холостяцкое хрючево. Макароны со шпротами. Макароны со шпротами. Конечно же, такое странное сочетание, как макарошки с шпротками, у многих вызовет недоумение, легкий ужас, ну и возможно, приступы истерии одновременно с тошнением и прочими прочими всякими гадостями. Но опять же, люди же жарят моего, люди жарят селедку и всякие подобные вонючки. И прекрасно этим наслаждаются. Да, это блюдо очень трешовое, очень ароматное, но достаточно простое и в любом случае питательное и сытное. Естественно, рецепт этот придумал не я. Авторство у него Лазерсона. Опять же, кто не смотрит канал «Спасибо, шеф», рекомендую очень, потому что я оттуда беру на самом деле много каких-то вот идей именно для готовки, не в целом как рецепты, а именно что-то полезное. Вот, автор данного произведения Илья Исакович. Очень уважаю, еще раз повторюсь. И что нам понадобится? Естественно, нам понадобятся две тары такие, как кастрюлька, сковородка, сковородка, опять же, естественно, макарошки, потому что это будет основа нашего блюда, приправки, шпротики, куда без них, солька там, обязательно оливыч, куда же без оливыча, который, как обычно, у нас не оливыч, немного зелени, чеснок, лук. Я немножко данный рецепт усовершенствую, потому что я готовил уже не раз подобное блюдо, и, как я вот люблю, давайте определенную вводную для готовки этой зададим, кому зайдет данный рецепт. Вот такая ситуация, допустим, у вас уехала жена куда-нибудь там на отдых, может быть, там, я не знаю, в санаторий, может быть, в командировку. Вы остались одни, естественно, а вдруг у вас там какие-то выходные были, или, не дай бог, отпуск. Вы, естественно, проводите время очень душевно, весело в компании друзей, и дома закончилось все. Вот все закончилось, потому что последний там половник борща, который готовила жена, вы сожрали с вашим собутыльником еще вчера, а продолжать праздник, соответственно, нужно. Вы находите у себя макарошки, может быть, там какие-то остались шпротки с Нового года, а может быть, это была закупочка уже на грядущий Новый год, ну, или вы там пытались сделать какие-то бутербродики, опять же, чтобы закусить. Ну, вы начинаете из этого что-то придумывать, потому что, допустим, уже где-то на четвертый, там, пятый день вашего неуемного торжества организму очень нужно что-то горячее и питательное, потому что, ну, сами посудите, если вы питаетесь одной ржаной, так сказать, беленькой, какой-то закусочкой, у вас начинает плохо уже соображать мозг, поэтому срочно необходимо бахнуть чего-нибудь сытного, горячего, ну, опять же, подойдет как закуска, как и основное блюдо, и будет готовиться очень просто, буквально вот 15 минут, то есть, пока ваш друг Сеня бежит из магазина с бутылкой, вы уже встретите полноценный, серьезный такой хышный, я бы сказал, с закуской, но и своеобразный. В общем, по ингредиентам все здесь понятно, значит, первым делом включаем, конечно же, воду для наших макарошек. Макарошек берите столько, сколько у вас есть, соответственно, шпроток. Если шпроток у вас мало, значит, немного макарон, если наоборот, соответственно, регулируйте все количество. Сейчас мы включим еще дополнительный свет, чтобы мне не нравится. Вот так. Эту лампу выключим. Значит, макарошки параллельно отварим и будем готовить, собственно, наши шпротики. Воду под макароны, естественно, нужно присолить. Я это показывать не буду, я думаю, тут ничего интересного. Присоливаем. Нам обязательно понадобится лук. Куда же без него. Опять же, на балконе находите лучок и все это дело идет у нас в готовку. Так что подготовим лук. Достаточно меленько его надо нам подготовить. Вот такими небольшими кубиками. его обжарить. Обжарить мы будем его на, естественно, нашем масле. Запускаем сковородку. Наливаем нашего оливоча, который вовсе не оливочек. Далее сразу перейдем к чесноку. Опять же, порылись, нашли и в блюдо бухнули. В оригинальном рецепте лазерсон чеснок не кидал туда. Я чуть-чуть кину для аромата. У блюда, конечно, есть свои разные вариации. Можно делать с добавлением, естественно, других каких-то компонентов. То, что вы сможете найти на кухне. Я еще не сказал. Там есть еще два компонента пищевых, которые нам потребуются несколько позже. Я их пока из холодильника не достаю. Теперь давайте подготовим наши шпроты. Здесь ничего сложного, но определенная манипуляция все-таки нужна. Открываем аккуратненько. Нам нужно слить эту жижу. Она нам частично понадобится. Опять же, в оригинальном рецепте наш великий шеф делал несколько по-другому. Я, так сказать, апгрейдил, но, может, и испоганил. Я не знаю. Тут все дело на любителя. Вот так вот мы сливаем всю нашу жижку оттуда. И ее... А! Ну, кстати, ничего страшного. Это у нас пойдет на бутерброд. Отставляем в сторону. Она нам пригодится позже. Давайте попробуем шпротку. Вкусная ли она? Отлично шпротина. Отлично. Все. Великолепно. Их не надо раскалкивать в мясину. Давайте пока колоску пока готовится. Да не удивляйтесь, что я на квасе. Я просто буду снимать еще один ролик после готовки. И не скажу совершенно, какой. Ну и по традиции авансом ставьте лайки, подписывайтесь на канал, тыкайте колокольчик, пишите комментарии, предлагайте идеи и будьте здоровы. Ну, а наше масло уже разогрелось, поэтому закидываем сначала наш лук туда. Чеснок я закину чуть-чуть позже. И тем временем у нас уже почти закипела наша замечательная вода для макарошек. Макарошки берите обязательно не какой-нибудь гермишель. И сама вот такая вот длинная, как они называются-то правильно, как паста, она туда не подойдет. Лучше взять какие-нибудь рожки, какие-нибудь там крючочки. И вот, и же с ними что-либо такое. Ну, чтобы не терять времени, давайте сразу подготовим зеленушку. Совсем чуть-чуть. Опять же, что нашли в холодильнике. Нашли укроп, кинули укроп. Не нашли укроп, не кинули. Все просто. У меня есть немножко укропа и петрушки. Вот, достаточно, я так грубо их порезал. Это уже пойдет в самом конце для придания хорошего запаха. К и так сильнейшему аромату наших шпротин копченых. Еще мы добавим чуть-чуть зеленушки. И также, быстренько-быстренько-быстренько, чтобы, опять же, не терять времени, нам потребуется совсем-совсем немного сыра. Вот просто вот, ну, буквально вот капельку сыра. Опять же, какой нашли. Не факт, что он вообще у вас будет к этому времени. Если вы там будете фестивалить несколько дней сыра, чуть-чуть, вот буквально. Небольшой кусочек. Так, ну, а тем временем у нас закипела вода для наших макарошек. Я закинул чеснок. Кидаем наши замечательные макароны. Я вот, не знаю, взял у меня какие-то вот они, как ракушечки. Кидаем на глаз, но, опять же, немного. Потому что я буду, это дело есть один. Вот так вот, закинули макарон. Не переваривайте макароны в мисину. Их надо сделать так, чтобы они были, ну, где-то вот минутка-полторы до готовности. Потому что в моем варианте я их еще буду пассеровать с нашими другими компонентами. Я еще люблю перчить и перчить, между прочим, лучок и ежесними именно в процессе жарки, когда у нас маслечко раскаленное, чтобы ароматов уходило побольше. И все это нам, конечно же, понадобится в самом конце. Все, пусть это дело доходит. Не забываем помешивать макаронки. И не забывайте потом макароны, естественно, вылавливать и пробовать, чтобы не переводить в мисину. И один из последних ингредиентов, вот у меня остался сиротливый один огурчик. Но, опять же, в оригинальном рецепте этого не было, это уже мое усовершенствование. Нам потребуется совсем чуть-чуть огурца, я его потру на терке. Для чего нам нужен будет огурчик? Потому что шпроты очень неплохо с ним сочетаются. Потому что все же у нас любят на Новый год, на какие-то праздники, бутербродики со шпротками. Совсем капельку нашего огурца мы добавляем к луку. Чтобы огурец дал сок, перемешиваем. Здесь уже все практически готово в плане поджарки лука и чеснока. Все, теперь, по сути, ждем, когда у нас сготовятся наши макароны. Откидываем их на друшлаг или куда угодно. Вот сейчас огурчик дает просто дичайший такой аромат. Просто вот, если я не представляю, насколько это круто по запаху. Сюда мы сейчас еще закинем шпротики. Берем наши шпроты. Я буду закидывать не все. Вот так вот мы их кидаем. Опять же, здесь можете сделать совершенно в другой последовательности. Можете шпроты не прогревать. Я хочу их прогреть. Вот так закинули мы еще чуть-чуть. Да ладно, что жадничать. Закидываем. Сейчас маслица от шпрот еще даст дополнительный ароматик. Это будет просто божественное хрючево. Конечно, что не берите шпроты из фикса. Так, ну мы совсем чуть-чуть будем прижаривать наши шпроты. Я их где-то вот так вот по половинке расколбашу, чтобы их визуально было больше. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Все, здесь мы пока выключаем. Еще одна небольшая рекомендация. Данное блюдо хорошо кушать сразу. То есть вы изготовили, тут же накрыли на стол. Ну, а это делается очень просто, если вы такой холостяк. То есть сковородочку ставите на стол, две вилочки или ложечки, и употребляйте с вашим другом, который пришел с бутылочкой. А тем временем наши макароны уже готовы, точнее как готовы. Им еще чуть-чуть надо дойти. Но тем временем снова зажигаем наш газ и отправляем сюда наши макарошки. Все это так мы хорошенько размешиваем. Солить я, наверное, больше солить здесь не буду, потому что шпротки солененькие, огурчик солененький. Я бахну сейчас сюда перцы. И потом, потом, потом. Ну, а потом увидите. Важный нюанс. Сейчас я беру еще сюда чуть-чуть вот это вот масло от шпроток и булькаю в макароны, чтобы они напитались вот этим вот замечательным копченым шпротным ароматом. Вот как у нас все это выглядит. Все достаточно аппетитно. Запах вы себе не представляете. Это знаете, как шпроты в квадрате, может быть, даже в кубе. Но пахнет очень приятно. Да, блюдо специфическое, на большого-большого любителя. Однако, попробуйте, я рекомендую. Последний штрих. Закидываем сюда сыр. Но, опять же, да, вот сейчас скажете, что опять ты, демос, черт не русский, надо сыр уже кидать в готовое блюдо. Да, 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 надо сыр кидать в готовое блюдо. Просто некоторые сыры, особенно недорогие вот такие, которые можно купить на сетевом магазине, они нихрена не плавятся. Вы просто закинете, и ничего не будет, никакого эффекта. Поэтому мы буквально минутку еще с сыром это дело протушим. Вот сейчас выключаем, закидываем зелень. И будем идти кушать. Как вы видите, блюдо готово. Из того количества ингредиентов у меня вышло на две порции. Но, опять же, регулируйте это все дело сами. Значит, это вкусно. Это очень необычно. Это очень своеобразно. Но, сами понимаете, если вам нравятся шпротики, вам зайдет. Здесь макаронки пропитались маслом от шпрота. Лучок. Всем чуть-чуть чесночка, его почти нет. Надо было нить, немножко больше кинуть. Сырочек. Зеленушка. Это вещь. Это классно, друзья. Простые рецепты. Достаточно доступные. Вы уж простите, что я такое лопо это все делал. Но это, блин, вкусно. Мне очень нравится это сочетание макарошек со шпротами. Прям очень заходит. Это как горячее блюдо. Как закусочка под беленькую. Это все просто идеально. Опять же, есть вариации. Можете добавлять в блюдо где-то либо свое. В ингредиенты я буду свинячу. Но это нормально. Время готовки примерно 15-20 минут. Даже в любой косороке косорок это сможет сделать. Друзья, буду я доедать. Спасибо за внимание. Готовьте. Что-то не сказал. Готовьте вкусное, готовьте много. Просто готовьте и ешьте.